привет всем вы на канале балка с димоном круглый год меня зовут димон в этом видео я покажу как сделать донку простую донку на плетеном шнуре сечение шнура у меня 0 2 и подробно все расскажу почему я буду использовать вертузки с карабинчиками для чего они в простом донном монтаже нам пригодятся а именно как можно при помощи их убавить и прибавить длину поводка на донке если допустим мы будем ловить и там на дне будет какая-то трава и длинные поводки за нее будет цеплять то при помощи карабинчика с вертышком можно будет убавить поводок добавок ко всему если вы оборвете сам поводок то его гораздо проще принципе заменить без соединения например пицца в петлю сначала привяжем 1 делаем обычную восьмерку и сверху еще один оборот 10 сильно больших таких замороченных рыболовных углов вязать не нужно нам все что нужно это просто чтобы карабин с вертышком по шнуру не двигался вот и все он и так никуда не отпадет никуда не отпалится причем желание рвать от не оторвать давай ко всему эту донную снасть эту донку простейший монтаж можно использовать как при ловле допустим когда вас стоит уличка или когда стоит мотовила то забрасывать как вручную так и при помощи удилища почему когда мы крепим грузик груз нам также понадобится карабин с вертышком во первых мы можем запросто менять груза и вдобавок ко всему когда стоит вертлюг то это не закручивает саму оснастку то есть когда вертлюга нет там если груз вытащите груз по дну он там прыгать скачет крутится верится и порой все так завертится закрутится что без слез на все это дело не взглянешь проще все срезать и вы матюкаться чем это все дело распутать поводки я также буду использовать из плетеного шнура расстояние между карабинами ставьте сантиметров 15-20 но отгрузила отступите сантиметров 20 тоже потому что если допустим вы ловите нужным способом хотите поймать к примеру лифчика то поводок очень близко к грузилу дает отрицательный результат при ловле какой-то другой рыбы например того же новим это принципе большой разницы не играет особенно при ловле ероша там вообще никакой разницы нет где бы поводок не по а если допустим бы ловите в той местности где есть лищик не ребят оставьте первый поводок как можно дальше от грузила потому что если лечить возьмет насадку приподнимет и грузила как говорится сдвинется он может просто-напросто бросить это все дело и убежать освоясь и поэтому если вы знаете что в этом местности есть лишь отодвигайте грузила вы грузила поводок от грузила 1 как можно дальше сантиметров где-то на 20 при обычной донке на обычном просто монтаже когда мы используем для лобби любой рыбы там можно поводок поставить прямо сантиметра где-то 5 отгрузила грузила это большого значения честно говоря не имеет но чем черт не шутят вдруг вы заметите есть лечь чтоб подстраховаться отодвиньте поводок отгрузила как можно дальше за и сантиметров так на 20 это расстояние будет вполне принципе то достаточно подчеркну извините что повторюсь для ерша это большой большого значения не имеет что в сантиметре поводок будет стоять отгрузила что в 30 ему пофиг а вот лищику нет а вдруг в этом местности где вы забрасываете донки обитает речи приплыл и не один поэтому лучше в этом случае всегда подстраховаться точно так же как например при ловле язья есть тоже не любит когда поводок стоит очень близко к извините не крючку грузил грузил он также может схватив насадку потом ее просто выплюнуть ну вот как-то так 20 25 сантиметров нормально на заброс это никак не не влияет если вы забрасываете запустим свинцовую ложку твой груз отлит из ложки запустим столовой все будет хорошо и все будет нормально а если так же забрасывайте при помощи удилища то так же все будет хорошо и нормально все это дело улетит в реку сейчас понадобится мне крючки крючки берем всегда на зону снасти всегда берем большие мы собираемся ловить неуклейку на котором крючок два с половиной правильно что-то такое мощное лечь ясь налим ну в общем что-то крупное и большое и добавок ко всему сильная поэтому полоски и полоски извините не полоски крючки берите как можно больше пригодится добавок ко всему на как и большие крючки можно лепить очень много разнообразной насадки и это опять же даст нам дополнительный плюсик чем больше насадки на крючке тем больше и крупнее рыба добавок ко всему когда я вот поставил карабинчики с вертушками теперь я возьму поводок здесь можно поводок прикрепить закрепить разными способами можно продернуть петлю сам карабин можно при помощи использовать затяжной петли но случай обрыва поводка в данной снасти это дело очень легко срезать карабинчик а чем затяжной петли теперь я покажу как это все дело можно легко укоротить допустим нас поводок длинный он цепляется за траву на затяжной петли этого не сделать никак не получится она все будет за дело опять перевязывать перевязывать поводок опять все срезать а в этом случае нам связать ничего не нужно все что нужно за слегка обмотать поводок вокруг карабина затянуть и закрыть сам карабинчик и у нас поводочек убавится если же нам нужно будет обратно на этой длина снасти увеличить поводок кто снова открываем карабинчик слегка разматываем и закрываем карабинчик таким образом мы не срезаем поводок как говорится со снасти а можем его запросто укоротить и прибавить если принадобиться если такие как говорится возникнут условия ловли что поводок нужно убавить на данную снасть лучше как говорится больше двух крючков принципе не со я никогда принципе не ставил лучше иметь 5 донок по 2 чем одну по 5 или 2 по 6 потому что дно есть дно груз тащится по дну в итоге что получается поводки цепляется на болтаются крючки зачем не зацепляется обрывается потом все это дело приходится опять как говорится привязывать прикручивать приматывать и на результативность то есть чем больше вы крючков налепите многие думают чем больше налеплю крючков тем больше поймаю рыбы наоборот чем больше и крупнее нет чем меньше крючков на донке 23 крючка вполне хватит тем больше и крупнее вы поймаете рыбу а если налепите штук 10 то наловите кучу гершиков и так сантиметров по 5 глаза плавник и сам прозрачный вот такая рыбка вот не лучшие друзья любите на донной оснасти всегда . 2 но максимум 3 внутри потолок уже сейчас на втором поводке я точно так же сделаю мне захотелось убавить длину самого поводка допустим я нахожусь на рыбалке поводок с крючком болтается там крючок зайцу траву цепляется и чтобы не переделать это дело не перерезать и не при и не вязать по новой все это дело я просто вот так сделал обмотал вот внутри карабина карабинчик застегнул у меня поводочек убавился все когда мне понадобится это все дело сделать побольше я снова открою карабинчик размотая поводок и снова защелкнул обмотал обмотал